А сейчас о киберметаморфозах. Еще пять лет назад родители ругали детей за бесконечные компьютерные игры. Сегодня же полтора часа перед монитором. Это полноценная тренировка, а интерактивный футбол – официально признанная спортивная дисциплина. О перспективах развития киберспорта в Люберцах. Сюжет Александры Томей. Джойстик, клавиатура, компьютерный монитор. Теперь все это – спортивный инвентарь. Министерство спорта присвоило интерактивному футболу статус спортивной дисциплины, а в Академии физкультуры прошел круглый стол по вопросам его развития. Мы также отмечаем очень большую роль современного киберспорта в воспитании молодежи и поддерживаем полностью те образовательные программы, которые должны быть реализованы для того, чтобы способствовать развитию данного вида спорта не только в московском регионе, но и по всей территории Российской Федерации. На деле игра в интерактивный футбол выглядит так. Две команды участников соревнуются перед монитором, используя приставку или компьютер. Кажется, будто игра – легкая забава. Но это совсем не так. Если мы возьмем быстрее, выше, сильнее, то многие из этих принципов, даже можно сказать все, они присутствуют в интерактивном футболе. Потому что для того, чтобы быть лучшим и самым сильным, нужно быть быстрее, нужно быть умнее, чем твои соперники. Компьютерный спорт – самый динамично развивающийся в России вид спорта. И Люберецкий округ стал стартовой площадкой для практической реализации концепции интерактивного футбола. Люберцы, решением главы городского округа Люберцы Владимира Петровича Ружицкого признаны как первой площадкой для, в первую очередь, круглого стола и для развития киберспорта в целом, и в частности киберфутбола. Это является важным этапом в подготовке к чемпионату 2018, который пройдет на территории России. Интерактивный футбол как массовый спорт еще только развивается, но уже скоро родители смогут привести своего ребенка в соответствующую секцию. В сентябре планируют запустить образовательные программы по гиберфутболу для тренеров и педагогов дополнительного образования. Александра Томей, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий. Субтитры делал DimaTorzok